Друзья, всем привет! Сейчас у китайцев праздники, они отдыхают и особо ничего нового нет про HyperOS, а также про MIO и тому подобное. Но появились два интересных приложения, о которых стоит вам рассказать, показать, ну и чтобы вы их себе установили. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, у нас подопытным будет смартфон Xiaomi 13T под управлением еще MIUI 14. Кстати, да, на него есть как бы бета HyperOS, еще пока что я сюда ее не ставил, но в планах, возможно, будет это все дело провернуть. И, наверное, запишу для вас видеоролик, покажу, что же на примере данного устройства можно получить. Но сегодняшнее видео у нас будет немножечко о другом, а именно о новой версии рабочего стола, которая возвращает нам одну интересную штуку, которая называется у нас поиск. И соответствующий раздел у нас добавляется в настройках рабочего стола. То есть, к примеру, если вы не хотите, чтобы у вас жестом вверх проявлялся контент-центр, ну или же MI браузер, то вы можете выключить эту всю историю. А если же вы хотите, чтобы у вас поисковик проявлялся, то, пожалуйста, это можно спокойно сделать. Но тут будет один интересный момент. Первый момент будет заключаться в том, что если мы с вами зайдем в раздел приложения, все приложения, и выберем системную оболочку, именно так называется рабочий стол в MIUI, с относительно недавнего времени, то мы можем с вами получить вот такую версию, которая у нас сама является актуальной. Но если у вас цифры вот эти, где 7636 являются как 7750, но и вы считаете, что у вас самая актуальная версия этой системной оболочки, то это далеко не так. И для того, чтобы поставить вот эту, которая сейчас перед вашими глазами, вам необходимо будет нажать удалить обновление. Но перед этим, как вы захотите удалить обновление, вам необходимо будет сделать резервную копию расположения значков на рабочем столе. Для этого заходите в раздел резервирования и восстановления мобильного устройства, вводите пароль, и вот здесь убираете эти галочки и раскрываете раздел под названием другие системные приложения. После чего выбираете системную оболочку и можете смело откатывать. Так вот, когда мы с вами поставили, да, кстати, в описании будет ссылка на эту версию MIUI лаунчера, ну и соответственно на актуальную версию POCO лаунчера и одну еще приклюхи, о которой я вам расскажу далее. И как только мы делаем свайп на рабочем столе вниз, мы получаем тот самый поисковик, который в свое время, ну многих так заинтересовал, наделал шуму. И также еще, если вы смените локальный регион на Индонезию, у вас появятся еще большие папки. В моем случае, к сожалению, это не проявилось, но возможно очередные баги, приколы MIUI и как бы возможно через энное какое-то время они все же проявятся. В любом случае, новая версия рабочего стола является очень крутой, потому что оптимизацию реально разработчики завозят. Да, конечно, не летать все как хотелось бы, везде есть определенные моментики, скажем так, и в принципе нет у нас ничего идеального, но данная версия меня лично порадовала. Но это именно что у нас касалось MI лаунчера, системной оболочки или же HyperOS лаунчера. Теперь же давайте перейдем к смартфону POCO и посмотрим, что на его примере можно сделать. Но если вот у вас POCO устройство и вот допустим у вас X3 Pro и хочется сделать такие виджеты, это можно все сделать без всяких проблем, при этом не перескакивая на другие прошивки. И также если у вас Google Discover, то как раз для вас вся эта тема будет очень и очень актуальной. Что вообще собой оно являет? Ну во-первых, давайте с вами ознакомимся с тем, что это у нас устройство POCO X3 Pro, самое последнее MIUI 14, которое на него присутствует. И вот такая версия POCO лаунчера, которая также является для этого аппарата актуальной. Ну и в принципе для всех POCO устройств. И что же вам необходимо сделать для получения такой красоты? Конечно же идем с вами в раздел о телефоне, резервирование и восстановление мобильного устройства. И как я показывал по аналогии с MIUI лаунчером, делаем резервирование нашего рабочего стола. То есть тут нажимаем на POCO лаунчер и выбираем создать резервную копию. Дальше вы по ссылке из описания качаете файл резервной копии, который я для вас сделал, где вы получаете вот такие виджеты, которые действительно несколько улучшают устройство. И плюс, кстати, мне нравится, что анимация тут будет немножечко лучше, чем это было ранее. Плюс размытие в самой папке очень прикольно выглядит. И как вы видите, данное устройство это в принципе вывозит. Так вот, вы получается загрузили эту резервную копию. Дальше что вам необходимо сделать? Вы открываете любой проводник, там стоков или еще какой-то. Далее вы, получается, идете в раздел Download, там Telegram, условно или же куда вы там закинете. Далее вы нажимаете на этот файл, дальше переместить. И следуем с вами по внутреннему накопителю MIUI Backup All Backup. И вот последняя дата нашей с вами резервной копии. И вот сюда смело мы с вами вставляем. Нажимаем, ну пропустить можно не нажимать, просто нажимаем ОК. Дальше мы с вами возвращаемся в раздел настройки, который нам потребуется для того, чтобы именно резервную копию применить. Так вот, резервирование и восстановление мобильного устройства. Делаем вот такой свайп сюда, где видим восстановить. И после чего от нашей той даты, по которой мы делали резервную копию, и восстанавливаем файл рабочего стола. Где вы получите вот такие виджеты. Плюс, также еще хотел немножечко остановиться на POCO лаунчере, потому что новая версия, она является очень такой интересной, ну как минимум для этого аппарата. Да, тут у нас получается нет дополнительного выбора ленты виджетов, как к примеру это на POCO F5 PRO. Но могу отметить, что тут у нас улучшается оптимизация, быстрое действие. Аппарат чуть-чуть стал себя получше чувствовать, но опять же есть куда еще доработать. Ну а так, в целом, версия, которая у нас еще датируется от 28 декабря прошлого года, ну можно рассмотреть к установке, и я вам ее могу рекомендовать. Что же, друзья, как я уже в начале этого видео сказал, китайцы сейчас отдыхают, и сверх чего-то нового, помню UI или же HyperOS, не будет еще как минимум неделю. Потому я думаю, за это время для вас придумаю еще что-нибудь такое интересное, что можно установить на свои устройства, как его там кастомизировать и прокачать. Так что не забудьте подписаться на наши социальные сети, подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео на канале. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.